Продолжаем нашу программу и вот в это весеннее раннее время, начале новой рабочей недели, хотелось бы поговорить о очень серьезной теме, теме кризиса среднего возраста. Вот, к сожалению, эта проблема, ну, так скажем, не оставляет в стороне большое количество людей, и мы сегодня пригласили к нам в гости человека, который поможет нам ответить на некоторые вопросы касаемо этой проблемы. Это очень большая проблема, глобальная, даже так сказал, но мы сегодня, по крайней мере, попытаемся хотя бы краешек этой проблемы осветить. У нас сегодня в гостях психолог, психотерапевт, бизнес-тренер, НЛП-практик Анжела Николаевна. Доброе утро, добро пожаловать. Доброе утро. И вот вообще, вот кризис среднего возраста. Сама проблема. Говорят, что она приходит чаще всего к 35-45 годам, да, вот этот промежуток времени. Но в последнее время, а очень часто и от своих друзей, мы скажем, от коллег по работе, что мне там 28-29, максимум 30 лет, и у меня уже такая депрессия, такой кризис среднего возраста. Эта проблема молодеет, либо мы сами себе начинаем придумывать об этом. Вы так много сейчас сказали, Денис, во всем этом, что, ну, во-первых, надо действительно все молодеять. Все кризисы возрастные, они молодеют. Это раз. Два. Существует некая тенденция такая, мода, да, то есть, как что ты в депрессии, как что у тебя кризис среднего возраста. Ну, очень хорошая отговорка, знаешь, так переложить ответственность на кого-то. Не пойти на работу, не пойти на встречу. Еще лет 20 назад о депрессиях не говорили, да? Да, 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 мало. Причем я хочу сказать, что о кризисе среднего возраста в Японии и в Индии вообще, значит, нету такого понятия. Оно больше свойственно Европе и Америке, да. Значит, исследования там ничего такого не показывают. Если мы говорим о кризисах как таковых, они есть, конечно же, есть. Есть кризисы, которые накладываются на какие-то возрастные изменения, да? Поэтому мы говорим возрастные кризисы. Если мы говорим о кризисе среднего возраста, это один из нормативных кризисов, скажем так. Почему? Потому что данный кризис, он относится к тем кризисам, которые проходят нормально для людей, которые происходят конструктивно, которые более-менее ожидаемы и которые предполагают некое завершение и выход с каким-то новообразованием. То есть это вопрос, на который всегда можно найти ответ? Конечно. В отличие от других кризисов, которые бывают деструктивными. То есть это кризисы, например, смена каких-то местожительства или чрезвычайные какие-то события в жизни. Кто-то умирает или наоборот, кто-то рождается или выходит замуж. То есть кризис вообще, мне очень нравится у Выгодского. По кризисам, я помню, когда мы изучали, мне очень понравилась его метафора о том, что такое кризис. Представьте себе змею, которая меняет кожу. Но это нормально или ненормально? Конечно, нормально. Змея должна поменять кожу. Как долго она будет менять эту кожу, это зависит уже от змеи. Если она будет себя щадить и будет проходить по мягкой траве, то эта кожа будет тянуться еще очень долгое время. Но если змея будет ползать по камням, по песку, по каким-то вещам, то есть эта кожа будет слазить быстрее. И с одной стороны, казалось бы, некоторые из нас вот в этих кризисах, они себя щадят и говорят, я лучше как-то подожду и растяну это на самом деле на более длинный срок. А другие, они проходят это быстрее. И тем самым, что происходит? То есть кожа грубее, да, вот эта вот чувствительная часть змеи, она грубеет. И этот процесс происходит менее болезненно. Как интересно. То есть Вы говорите о том, что это абсолютно естественный процесс. Это нормальный, да, это нормальный кризис. А вот может быть, что, ну скажем так, что является предзнаменованием того, что этот процесс начался, да, и то есть может быть, какая переоценка или что должно произойти? Потому что я понимаю, есть кризис трех лет, да, там, пяти лет это одно. А вот что касается среднего возраста, то есть что приводит... Что происходит в среднем возрасте. Да, и что выводит. Ну, вот, значит, как Вы сказали немножко ранее, да, что помолодели все кризисы. Естественно, сейчас кризис трех лет не в три года, он гораздо раньше у подросткового, это в 9-10 лет. То же самое и со взрослыми. То есть 25 где-то начинается начало. Первый период. Да, уже люди начинаются задумываться о том, переоценивать, что они делают. Дело в том, что, смотрите, у нас очень долго обучаются, да, очень долго. С одной стороны, сохраняется некое положение вечного студента, да, до 27 лет, 25 лет, в зависимости, если ты медицина еще. То есть у тебя, с одной стороны, ты уже функционально выполняешь что-то другое, но ролевая у тебя, значит, история, ты еще студент. Обычный студент, да? То есть еще не взрослый. Еще не взрослый, но это в кавычках, потому что на самом деле уже давно взрослые, детей могут иметь и... Но... И что тут происходит? Ты еще зависим от родителей, родители на тебя еще воздействуют, но в 25 лет ты уже раньше принимаешь эти решения. И тут начинают возникать вопросы. А туда ли я пошел учиться? А не туда ли я пошел учиться? А правильно ли я делаю? А неправильно ли я делаю? То есть вот в 25 начинаются вот эти вот экзистенциальные, скажем так, вопросы. Куда иду? Зачем иду? К 30 это может обостряться. У разных людей это по-разному происходит. Это зависит и от условий развития, и от процессов когнитивных, которые происходят у человека, да? И от его мировоззрения. И когда происходит переоценка, мы начинаем говорить. То есть когда ты начинаешь вызывать себе вопросы, и... Если, смотрите, есть личностный кризис или психологический такой кризис, который еще его называют невротический, они могут длиться от недели и до года, например, да? А вот возрастные кризисы, они могут быть такие пролонгированы, да, во времени, они могут длиться гораздо дольше. И если ты периодически, то есть это не проходит, и этот вопрос не решается, он от тебя требует неких усилий, неких изменений, ты каждый раз к этому возвращаешься. Это говорит о том, что ты находишься в неком состоянии, когда тебе нужно менять ту ситуацию, которая у тебя сложилась. То есть некий поиск, наверное, да? Поиск ответа на вопроса, да. Поиск ответа на вопроса, да. Я хотелось бы об этом поиске поговорить. Конечно, сложно так дать сразу однозначный ответ, как решить эту проблему. Ну, по крайней мере, ваш совет. Люди, которые находятся сейчас на этой неделкой тропе в своей жизни, вот что делать, какие, может быть, шаги припринять? Мне очень нравится у Адизиса такое слово. Изменения — это часть нашей жизни. Кризис — это часть нашей жизни. То есть понимать, что мы меняемся, и в 25 мы не такие, как в 18, и в 30 мы не такие, как в 25. То есть каждый раз что-то меняется. Если мы будем исходить из этой причины, что «А, что-то со мной происходит, боже мой, надо сохранить вот этот гомеостаз, чувство равновесия». На самом деле неправда. На самом деле, если мы будем готовы к изменениям, то мы будем искать что? Средства реализации себя. Реализовать или найти какие-то ответы на вопросы. Чаще всего, когда мы начали говорить, да, вы меня спросили, почему у мужчин это более проявлено. На самом деле психологи говорят, что такие кризисы наиболее проявляются у мужчин. В частности, в среднем возрасте, поэтому они так визибельны. То есть у мужчин они идут немножко в деструктивном характере. Что сказать мужчинам? Мужчины пугаются. У них, значит, ихняя самосостоятельность, поэтому они бросают жен, поэтому они женятся на молодых, поэтому они меняют с ног до головы всю жизнь. У женщин это наоборот происходит. Они наоборот могут в рост идти, у них более конструктивно. То есть женщины начинают себя находить, многие женщины начинают заниматься бизнесом, они, может, рождают детей в 40 лет. То есть у них, наоборот, меняется в лучшую сторону. Советы. Какие советы? Ну, во-первых, они, конечно, банальные. Познавать себя, быть честным с самим собой. И если, знаете, почему говорят, вот есть еще кризис возрастной, а есть кризис личностный, который накладывается в внутренний конфликт. Хочу – могу, люблю – ненавижу, нравится – не нравится. То есть если есть еще и личностный конфликт, то он, конечно же, наложится на возрастной. И парадокс в том, что рано или поздно, либо, если ты не решил, вот это тоже Увы Годского мне очень нравится, если ты не решил свой кризис возрастной, там, в 14 лет, в подростковом возрасте, то тебе придется его решать в 18. Если ты юношеский кризис не прошел в свое время, то тебе его придется проходить. Увы Годского хвостика не избавиться. Здорово. Нет, оно будет тащиться, как у той змеи, вот как эта кожа. То есть закрывать глаза и… Ни в коем случае нельзя. Да, казаться, что все нормально. Анжалова, вот еще один вопрос, касаемый, наверное, вот моя проблема. Чем старше я становлюсь, тем я чаще начинаю замечать, что мне не хватает времени, как будто время становится более мимолетным, оно быстрее уходит. Из-за чего это происходит? Есть объяснение этому. Это никак не связано с кризисом. Значит, феномен времени в последнее время даже психологи замечают о том, что он изменился даже у детей. Раньше дети вообще времени не замечали. Сейчас даже они замечают его. Это какой-то, я думаю, что может быть физический параметр, может, как-то меняется. Но с другой стороны, то есть есть объяснение того, что чем старше мы становимся, тем богаче наш жизненный опыт. И сравнивая каждый раз прошедшее, значит, у нас, понимаете, есть с чем сравнивать. Пока мы маленькие, нам не с чем это сравнивать, поэтому нам кажется, что, боже мой, такое время большое. Чем дальше мы проживаем, представляете, эти ячейки, вот эти, все эти ящички. То есть больше этих ячейк запомнился в течение дня. Конечно, тебе надо, да, ты сравниваешь каждый раз с этим. То есть у тебя есть ощущение того, что это быстро проходит время. Еще суета, конечно, то, что происходит в сегодняшний день. У нас, понимаете, где-то есть искусственно наносны такие ценности, которые раны, Лола, раны, фаст, быстро, не успеешь, не успеешь. То есть вот это вот порождение, знаете, суматохи, дефицита времени, вечного стресса для того, чтобы себя реализовать. И накладываются стрессы личностные, стрессы психологические. Они накладываются тут и профессиональные, тут и возрастные. И поэтому иногда кажется, что навалило, да, вот люди приходят на консультации или на терапию, и они говорят, все, я не знаю, что у меня дальше, да. Я истощился энергетически, физически, морально, не знаю, что делать. Ну, нужно сделать что? Апдейт, апгрейт, да. То есть всегда есть, что, компьютер зависает, и всегда есть какое-то решение. Поэтому, может быть, действительно есть вот возможность остановиться, так, знаешь, вот выдохнуть и сказать, знаете, как поднять друг друга и сказать, да-да-да, ничего не изменит. Самое главное, что навсегда, если у вас зависает вот компьютер маленький, вот этот, ну, или большой, у кого как, у нас есть лучший программист, Анжела Николаевна, которая поможет вам перезагрузить вашу программу. Спасибо большое, что были у вас в гостях и ответили на эти вопросы. Вот, продолжаем наш праздник. Сейчас, кстати, тоже перезагрузка такая своеобразная. Прервемся на рекламу, потом возвращаемся обратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова